приветствую вас мои родные любимые христолюбчики ну что продолжаем читать комментарии час мы почитали читаем дальше валентина малыхина здравствуй христолюб послушала и думаю раз ты так открыто искренне говоришь и делишься о себе и своей жизни то вероятно можно и мне в ответ в комментариях на твоей страничке делиться тем что внутри и открыто излагать свои мысли чувства дела которые связаны с этой темой и делать это учиться с уважением к тебе и добротой ко всему живому правда писать могу с ошибками ляпнуть могу что-нибудь очень эмоционально надеюсь что простишь если что не так получится может не писать а то забанишь и реветь буду но душа просит и тянется к тебе к тому свету что внутри тебя мне нравится твой мир хотя мы и очень разная по теме могу а по теме могу сказать да дары у всех разные еще будучи в протестантской церкви над кролику ты пророк ты кто пророк будешь протестантской церкви очень не любила ходить и проповедовать словами о христе нас заставляли это делает но у меня это получалось плохо мне больше нравится утешать поддерживать людей и проповедовать своей жизнью делами добрыми словами и у меня совсем нет желания привести человека к покаянию и крещению а тем более в церкви хочется чтобы люди обращали внимание на то что внутри них и на свое сердце и совсем не важно для меня какой веры человека в как в кого он верит когда я лежала в больнице в трехместной палате мы были разные национальности и разные веры но среди нас царил мир доброта помощь и уважение когда кто-то один молился то мы выходили или сидели тихо-тихо как зайчики разве разные веры верование сердцем языки могут быть разделением если в сердцах людских есть свет то есть любовь ну тут я согласен да я принципе согласен лиля пишет не не добавить и не убавить отлично сказано александр пишет аминь кролику кто ты пророк ты кто пророк аминь если в тебе свету то по-любому светить будешь ну господь сказал дерево узнается по плодам а понуждать себя нужно у каждого включать включатель есть и нам его включать не было бы свободы выбора и включить выключатели бы не было все брат верно сказано жизнь многогранно ну действительно так так ой да что же я опять не туда елена рейхард пишет отвечу этому интересующему человеку по поводу к комментария которого дмитрий записал этот ролик ну я уж честно не помню на сам комментарий но вы помните да а ну да ты кто пророк я там писал же на комментарии все это ну поводом был тоже комментарий лично я благодарю диме а ну да я же писал почему я вообще проповедую кому почему христианам дмитрий слот ролик лично я благодаря диме и его проповедям открыла глаза и вышла а можно сказать вырвалась из православной системы наткнулась на его проповеди совершенно случайно слушая массу других блогеров и мало что для себя полезно находя у них за что безмерно благодаря благодарны ему и богу истина на самом деле очень проста и беспристрастно и я рада что нашла ее спасибо еще раз митри за твое служение я кстати комментарий закрепил под роликом я вот кстати знаете или ли пишет полностью поддерживаю ваш комментарий я именно православно кстати очень редко встречаю чтобы вообще от этого избавлялись и не возвращались потом это знать на своих блевотина как написано вы знаете да это конечно удивительно у меня есть конечно с некоторыми я очень близкие отношения поддерживают а малочка сестра у нас в группе там вот кто из православия там причем кто все таки достаточно к нему был близок так скажем серьезно подходил к этому вопросу и это вот редкость и это очень важно я считаю это очень здорово что люди освобождаются действительно познав эту простоту истинные своей жизнью прежде всего они уже свидетельствуют вот все этой сказки а тогда тоже сколько общался да я да вот ну да мне нравится ты говоришь но я вот не могу знаете ради страха отлучения от синагоги на самом деле просто начни и и как бы ты на словах говорил ты в это не веришь ты говоришь да но я знаю там культ это религия вроде мне это не нравится я правил то но я вот хожу ты ходишь ты веришь ты исповедуешь ты же делаешь это публичным вот и когда люди вот так вот открыто действительно живут в истине как хотят для них истина это то что они на данный момент понимают истины принимают истины считают истиной и этому следует так живут это самое здорово пусть ты даже вот верю к чему ты принадлежишь какому-то культу но ты хотя бы будь если ты честный сам собой на сто процентов а если нет ты во лжи немножечко тьмы не бывает бочка испорчена дегтем а вся игру какашками даже ложкой есть ты не будешь если ты видишь что-то тебя не устраивает а по сути тебя не устраивает даже сказать никому не можешь значит и не в семье ты не в своей ты там где тебе делать нечего тебе даже вот это сказать что ты чем-то недоволен а у тебя права голоса нет кто то есть в ортодоксии это одни захожане там вообще никакого чувства семей снят протестантизм уже тоже давно с огроменными либо наоборот ячейками где там по полторы по две тысячи собирается вмещается помещение кто там кого знает там лишь бы десятину принес и все там уже деньги на счет что маленькие ну да не пусть друг друг все знают в лицо все там лично но там все знают прекрасно такая же иерархия начиная с пастыря даже с маленького как отец муж глава семьи и пошло-поехало а если ты не говоришь в малом в этом какие-то свои сомнения ну что скажешь ты сразу станешь неугоден и так бы ты вышел бы а ты в себе глушишь даже начатки бог те что-то открывает ты бы мог двинуться вперед а ты заглушаешь в себе эти зачатки как господь сказал это семечко на плевелы либо заботы либо еще что-то либо очень хорошо на камне господь сказал не имея корни ой там я этот корни есть это корня крепость насколько растение по землю ушло она так и держится в тебе этого корня нету истины ты все это заглушаешь тебя задавит просто вот и все вот так вот поэтому вот конечно люди с освободившись это здорово признавшие вот эту познавшую свободу любовь бессмертия и живущие так это здорово вы уже светите вы можете ни слов не быть вас не может быть этих ни талантов ни даров своей жизнью вы уже светить и все равно от избытка сердца начнут говорить уста если вы так будете жить вы же это будете говорить вас просят или просто любой вас поступок он чем-то будет вы будете там аргументировать вы же общаетесь это будет просто от избытка сердца поэтому прежде всего надо начать жить адрес ты жить не будешь ты никогда об этом не заговоришь это сто процентов вот так вот так что-то я хотел еще сказать ну ладно не суть так алекс чуприн пишет аминь дима сам был баптист что-то не так будешь думать на ковер вызовут правильно на про правила направила сейчас просто христианин и живу в духе истины если есть возможность то проповедую на работе стараюсь расти в любви конечно стараюсь общаться с церковью его живыми людьми не зданиями ну тут я что могу сказать тоже аминь именно что вот церковь это дети божьи да они могут быть везде я тоже мне тоже тянет вот я по вам скучаю по вашим комментариям мыслим по общению я не всем отвечаю тоже даже вот с кем-то в скайпе сейчас тот звонит не всегда получается налички там вот на так я конечно тоже когда не звонит у нас группа есть телеграме мы там общаемся тоже обязательно как как без этого то чисто с мирскими как называют тяжело жить только все-таки ходит с кем-то с кем кто разделяет вот это все понимает да вот и поплакаться и порадоваться это хорошо конечно сашка слава богу за тебя ролик вас спасибо санек елена мицук любовь свобода бессмертия аминь елена скрынник моему каналу где ролик у меня был невозможно быть численность тебя унижают оскорбляет одно я знаю точно что из всего что мы даем и получаем дар любви это то что помогает людям жить любовь делает нас счастливыми ну тут что не прибавить не убавить да все истина я вот тогда ролик до записал канале она пишет невозможно быть счастливым из тебя унижают оскорблять но я пытался сказать все это бред весь этот православная чушь как я перечитал тоже ортотоксально святых отцов что тебя шлифуют там унижение незаслуженный ничего тебя не шлифует ничего не тебе это какое-то тупое смирение вот такое с поникшей головой она не делает тебя лучше она не делает тебя божественным иисус не был терпил и я все время об этом говорю читая евангелие мы все это видим это был бог хотя да но достойный человек так назовем папа по простому как я постараюсь выразиться да он вел себя достойно не перед кем не заискил как у как он сам говорил не лебезил не искал славы человеческой но он и не не позволял вот все что-то как пишут или там или потом в преданиях в этих особенно вот я православный это изучал нет он удалялся тех кто его терпеть не мог не хотел видеть да он отвечал тоже да в духе кротости и смирения но отвечал да а не смирялся вот я говорю уходил убегал от тех кто его пытался причинить ему боль и страдание вред ну до поры до времени да поэтому все это уничижение там типа вот это там шлифует ничего это не шлифует это причиняет только боль особенно познавшие тоже истину этот любовь они понимают что ты этого человека должен любить это его по сути ты любишь как игры умовую любовью но сердце то он тебе его сечет и сечет это же все каждое слово отражается выговорить человеку гадости и на нем это отражается ему это причиняет боль это портит ему настроение на весь день чё это как это можешь шлифовать это православный бред сколько этого не перечитал там об этом смирение самоуничижение самоукорение еще какой бред я там столько поначитался честно такой ерунды да не самоукорять надо себя не за и нет ты когда судишь себя сам себя конечно господь говорил апостолы потом говорили судите сами себе это да свои поступки да но не просто так грешный грешный супер грешный да ты конкретный поступок о себе думай приди перед тем что что сказать и что сделать вот именно они как да простит меня господь и давай вот дерьмом поливать тыкать его тыкать прости господи и материться там или сматерился прости господи да ты думать чё сказать ты не говори этого тогда ты не будешь грешным супер грешным а это все ерунда поэтому конечно именно любовью надо побеждать не любовь зло поэтому да лена здесь правильно пишет одно я знаю точно что и все что мы даем и получаем дар любви это то что помогает людям жить да и любовь делает нас счастливыми не на стекер слава господу богу нашим иисус христос спасибо ради мы хорошие убедительные сравнение над кролику обучение там был к моему каналу ролику александр ткачев братик совсем согласен открытый честно как впрочем всегда всех было господи спасибо сергей дудко канал очень открыт истин спасибо дима и всех благ тебе и тебе дорогой да чем не скрывать то чё я буду от кого мне там прятаться я ничего не скрываю я может быть не все говорю кто-то кто со мной ближе общается знает больше обо мне кто-то меньше некоторые вещи вообще не знаешь как сказать кто-то обо мне что-то фантазирует чего во мне нету кто-то наоборот приписывает того чего не туда кто-то видит того что нет так что так роман макеев пишет дима уважают твою свободу по поводу недоброжелятеля советую помолиться за них прежде чем удалить потому что им трудно их точит желчь на них это пришлось в тебе нет злости и это твое счастье да я я во первых не молюсь за кого спасибо рома за совет но я не молюсь ни за кого что значит помолиться за них я открыты этим людям как раз вот своим комментариям дать молитвы там к богу честно я не знаю кто это придумал да иисус тоже молился так скажем публично кажется вслух даже с креста он говорил господи прости ему бы не ведут что творят сам говорил я отец одно вы же понимаете это же детский сад для нас пока мы так читаем и так видим мы понимаем что это просто его сердце это природа бога что он прощает всем он говоря с отцом который в нем говорит это вслух только для того чтобы мы это услышали своими ушами но это просто сердце мог этого не говорить это никому не нужно было кроме тех кто хочет познать истину вот и все это он господь нам показал какое расположение духа пожелание дух любви в нас должен быть вот в принципе и рома правильно писал во мне нет злости к этим людям я завтра в расцелую но на сегодня как и господь пока до креста не дошло им надо меня распять чтобы поверить мою любовь пусть приходит распинают а до сегодняшнего дня как иисус бегал от них вы помните он не ходил по иудеи поставок положили убить его уже все прям замыслили и петр еще удивлялся когда он уже шел перед последним практически днями он опять вернулся в иерусалим там ра лазаре воскресил туда-сюда несколько раз ходил и все уже прощали нужен и его вот арестовывают да он уже долго время там не был петр удивлялся газ господь давно ли тебя искали убить что-то опять туда рискуешь решаешь сети как будто мы уже забыли о тебе нет давно ли это был вот и не ходили написано господь не ходил уже по идее так и написано вот вспомните господь сам заповедовал бьют в одном городе бегите в другое давайте рассмотрим это как так мы двух природ видимый и невидимый и видимым видимо действительно из одного места можно в другое из одной страны в другую бежать и духовно рассмотрим бьют тебя закройся от этого ведь уйдя из другого города от людей все ушел помните господь опять же говорил праха трясите от ног вы не виновны вы придите с миром нет опять же попрощайтесь с миром и уйдите праха это не значит что вы на них зло там стрясайте нет праха это то что как бы к вам могло от этой земли что типа вы виновны в этом плане будь спокоен ты сделал все что можно я человек поэтому я отвечаю один раз публично на этот комментарий показав человеку что ты хочешь со мной что тебе все это желчь одумайся давай жить дружно как этот кот леопольд говорил я уже забыл как он там выражался давайте жить дружно друзья ли как он этим все мышкам то говорил я по сути говорю я разбираю как-то все-таки пытаясь этот комментарий что меня не устраивает не просто все плохо как я сам говорю вот и действительно говорю что мне не устраивает почему я этого человека сейчас за баню я ему говорю это я обычно даю еще возможно это все это публично сначала кто в комментариях пишет потом если в личку тоже там отдельно разговор там человек может себя по-другому ведет ну и там я тоже больно начинает меня в личке долбить зачем мне это надо так вот так что а молиться что зачем молиться дела надо делать а молитва это внутреннее состояние духа и твои мысли твои внутренние размышления я не желаю им зла желаю всякого блага вот так вот стараясь его выражать но по поводу вот этого там всего что терпи их там до шлифуют пусть тебя мне это не нужно зачем мне это не портит от настроения причиняет это боль зачем мне это все засоряет мой эфир вот этот я буду все целом кому-то надо это будет на других отражаться я буду такие комментарии читать я же на как негативный ты на вас выслушайте мне-то неприятные вам неприятно какая польза в этом да никакой так новый завет это радостная весть о царстве бога алекс зойка ну да там слова божьи может что-то хотел этим сказать я не знаю очень интересно во многом с вами соглашусь про мой канал ролик дима согласна с каждым словом про мою канал елена мицук роман гашков лайк так на это ссылка как на комментариях последнее время я не буду читать там много елена перепечек аэропорта дмитрий а только оттуда я влюбилась в питер помощи божией я не скажу что я влюбился ну интересно было да так не на стекер спасибо бродима спаси и защити тебя господь от злых людей и их поступков да хотелось бы все таки не все на себе переносить сашка очень классно разъяснил было приятно слушать сердцем благословений откролику слава божьи рома гашков дима брат привет от нашей семьи любим обнимаемые я вас так дима вильямс пишет слово божье нормальный вариант а запятые и опечатки в ю тубе никто не считает это не урок чистописания ну я не согласен я там в этом ролике сказал когда люди пишут ни запятых ничего ошибка на ошибке не исправляют это не от т9 не от своих ошибок я считаю что человек способен написать грамотное сообщение или комментарий не вижу в этом никакой сложности подправить то что ты там накалякал и и слово божье нормальный вариант я тоже не согласен ничего нормального в нем нет на ней написано писание написано значит это писание на ней никто не писал никогда слово божье это устное выражение неправильное в религии главная хитрость в религиях употребление понятия бога вдохновения не сам бог но им вдохновлено и дух святой руководитель руководимый духом святым и все они настолько вдохну вдохновлены и руководимы что абсолютно никому ничего не это да согласен тут вот согласен в том плане что поставлю даже палец вверх в плане того что вот именно все я просвещен надо уметь слушать другого это да это да так валентина малыхина увидела здравомыслящего человека спасибо дмитрий несколько лет назад когда мы с мужем были в протестантской церкви пытались об этом же говорить но у меня не получилось так как растолковать как это делаешь ты прошу прощения за ошибки не всегда правильные знаки слабое зрение пишу как получается ну я говорю если на это есть какие-то адекватные причины у человека отговорки так назовем это простительно я не спорю но все-таки надо стараться да писать грамотно красивый человек должен быть как чехов говорил красиво во всем я считаю что это да потому что почему-то мы причёсываться причёсываемся а тут можно писать это не урок чистописания так мы уроки тестописания проходили в школе для того чтобы чисто писать ты для чего учишься для того чтобы потом пользоваться в жизни тогда зачем ты ходил туда так что тут я я считаю что это лень просто спасибо дима ролика в интернете множество а вот таких как у тебя получается еще не нашла так просто искренняя частичка живой жизни ну спасибо попробуйте метод pr неумывакина для лечения что-то знакомая по-моему это бруно феррора ренат шакиров написано в притче дом ее ведет к смерти а стези к мертвым к мертвецам никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь лжи это я что-то не знаю ренат кролику об аэропорту в сочи не пойму в чем смысл все земные удовольствие женщина мгновение потом стыд и пустота за этим мир вам от господа иисуса христа лариса лариса пишет что у нас пишет супер отпуск и такого же его продолжения желаю тебе спасибо большое очень интересно да еще такая подача искренне питер привет из москвы и конечно ждем из северной столицы видео твоего отдыха и погоды и кстати не забудь там парад будет освещай а мы спасибо скажем и забыла пожелать мягкой посадки спасибо уже и туда слетал и обратно прилетел по поводу парада я я так понимаю в честь дня в мф или там еще какой то был это было за день до моего отлета на параде я не был я поехал в петергоф мне не интересно это бряться ним оружием на салюте я был честно вот такой вот так что вот так вот а сам парад я не ходил мне не интересно ольга богданова привет димуль удачного взлета полета мягкой посадки я у тебя про абхазию спрашивала поедешь ли нет но вот тоже хотела предложить погостить у сестры там дом недалеко от моря думала может заедешь чтобы не снимать гостиницу ну мы с тобой списывались спасибо за приглашение я путешествие хочу записать ролик ну по сути связать немножко своей жизни все таки вы знаете как я живу как я жил как жил давно недавно совсем вчера какие планы я по сути может быть в этом ролике хочу сказать вот буду ли я куда ездить как я вижу свою жизнь или я в пузеве не буду зависать воронеже он так своим мыслями поделюсь ролик увидите запишу отдельно сейчас не буду ничего такого говорить так александр храни господь тебя тоже дорогой елена рейхет кролику с очереди ему отлично выглядишь спасибо александр пишет ткачев я кстати с кстати сало и мясо не ем с детства друзья вовсе евреем называют говорят ты украинцы сало не ешь тут не чисто что-то ну друзья конечно что нам только не говорят согласен ем раз в день вечером и хватает ну да ольга богданова пишет дима очень рад за тебя а собачка меня так вообще развеселила смеялась все видео ты такой красивый на фоне прекрасных облаков улыбаешь собачка такая веселая такое видео позитивное чудо спасибо да вам спасибо всем что радуете меня тоже своей ответной любовью во всяком роде проявляемый аминь аминь спаси христос и тебе володя не на стейкер слава господу богу нашему христос спасибо тебе дорогой брат дима за ролик про инкарнацию не на стейкер вам всем спасибо так распогодился лили пишет радуйся здравливый кролику год спустя не на стейкер пишет благословите господь брат дима спасибо тебе за то что продолжаешь сеять любовь добро свет тепло ну да видимо мне от этого никуда не деться но я это делаю с радостью на самом деле жить в любви говорить о любви это здорово жена девятьяров пишет кролику о сочи в той секте где я был до меня бы сожжали с потрохами за то что если бы я с женой пошел на общественный пляж оголяясь до трусов ну плавок за 20 лет христианского опыта я ни разу не был на море в смысле не купался но если не считать того что на христианских конфессиях которые были на море то мы ночью тайком ходили купаться но я пишу да караул простые земные радости грехом назначили смотрю и думаю до чего у меня мозги промыты были спорт считали грехом купание на море грех и мы соглашались что все это мирское так жизнь и проходит мимо но я пишу теперь ты свободен а и да на море ну по поводу этого ну тут надежда ему ответила странно 20 лет христианстве и не знал что греха что праведность ну Женя то не отрицает того что кстати в отличие от многих у этого человека есть мужество признавать свою там вот незрелость да мы же все возрастаем в боге я вот с этим с этим с Женей у нас общее да я точно такой же мы растем это здорово и то что мы вчера играли в песочнице это не значит что завтра надо играть в ней в песочнице это в детские игрушки до старости да ты вырастаешь признаешь свои ошибки вот Женя в этом красавчик он молодец вот поэтому 20 лет то так Женя то выразить 20 лет а есть люди которые по 100 лет сидят там в этих ультах и никуда не двигаются поэтому тут конечно я с надеждой не соглашусь Женя то как раз и говорит о том что он говорит как у меня были промыты мозги что я да столько лет и то там же тоже динамика была еще не так 20 лет и бац его переклинило ну я эту тему сейчас не буду разогревать по поводу моря там конечно это бред любовь истина всего да и счастье а счастье и радость доставляет нам из кто-то не в курсе а я никому не проповедую то что не является истиной а истина это то что есть всем кажется я какие-то иногда мне говорят тайны открывают да какие тайны просто бытие ты радуешься от удовольствия значит получение удовольствия есть радость а радость есть благо есть бог есть счастье а радость тебе кто-то дарит тот же самый бог за счет каких-то вещей яблочко ты скушал бог тебя любит то есть радости доставляет чья-то любовь к тебе либо бога посредством не людей уберем людей материальных вещей именно их он создал рай для адама так что вот этот бред я говорю стоит ли мне сейчас проповедовать целый ролик тут достаточно кратко вы все это понимаете и много что религиозники записали в грехи хотя это как раз нормальные радости жизни через которые и проявляется либо божья любовь к человеку либо человека к человеку как образы и подобие божьего когда мы что-то делаем друг другу человек делаем от этого радость доставляем радость он от этого станет счастливым и блаженным ну что по сути одно и то же слово вот так вот так что тут кажется вообще странным о таком говорить ну вот приходится потому что люди конечно иногда едут не в ту сторону по фазе у нас почему я и против религии она делает себя к несчастным все эти религии везде это культ покаяния культ грехов каких-то а ведь весь мир страдает от не любви простой вот и все проповедую любовь ты должен делать мир лучше а не проповедует всякий бред Нина Стекер пишет к войне полов спасибо дорогой брат Дима очень нужное полезное своевременное видео я полностью согласна с тобой что между мужем и женой прежде всего должны быть настоящая верная дружба если она отсутствует то семейная ячейка общества уже в самом начале ее создания готовит себя к распаду там где нет между мужчиной и женщиной настоящей верной дружбы там никогда не возникнет настоящей искренности это любви я согласен потому что я говорил все что еще дополнять между друзьями и так назовем семьей там мужчина женщина половая связь просто вот интимная связь как угодно сказать сексуальные все все остальное а это тоже вы знаете секс занимает от 5 минут до получаса там до часа у кого сколько ну поначалу может быть и сутками а потом то это жизнь а это получается духовность все остальные радости они не физически ты что с друзьями можешь вместе на экскурсию поехать что с женой ты ужинаешь обедаешь завтракать можешь что с друзьями что с женой все что отличает это только секс получается убери его а как ты будешь жить то есть те человека тебе вообще никак да так что конечно дружба а это любовь по сути то есть это именно близость духовная с человеком такая единодушие это действительно два вплоть единой должны быть телами вплоть единой не сложно стать а вот душой да лариса пишет а супер видосик у димки улыбка настроение супер ну и закономерно где дима там и животинка какая-нибудь рядом давай заключить на часть сочи ну животинка не только у меня там была и не моя но все же были овчарка веселая была лаяла на волны кусала их все время они ее обдавали прикольно было ну да я всегда был веселый я не знаю во первых я в пузево там болел тогда сильно сейчас мне вроде полегче с кожей тоже как-то непонятно то уходит то опять вылазит и даже до сильного то сходит как-то сейчас непонятно с головой мне вроде полегче ну и опять же я говорю ужас которые были раньше это вообще караул и тоже как непонятно то уходит чуть ли не совсем мне надо кажется что у меня вообще все прошло только так подумаю с утра встать не могу вот ну приступов супер давно нету таких вообще что я там с зубами грядушку грыз и из окна выбрасывался это конечно вроде нет ну и отдых сам по себе да вообще я говорил я всегда стараюсь быть на на люди по крайней мере вот видео или в живую стараться улыбаться быть счастливым добрым светить да потому что человек даже просто улыбается у него уже лицо светится а угрюмое оно становится как будто черным ну плюс очень отдых да конечно хотя я говорю еще раз повторюсь много раз уже я запишу ролик о путешествиях моих мыслях как я на это смотрю буду тоже записывать я хоть этому и радуюсь с одной стороны внутри я равнодушен абсолютно к этому ко всему как павел сказал могу жить в скудости могу в изобилии я все пробую все испытываю есть хорошо я тоже я человек мне ничего не чуждо вот но другой вопрос что ты за это плачешь на что ты ради этого готов пойти по головам и просто или положить свою жизнь там ради там чего-то какого-то автомобиля всю жизнь там батрачить чтобы потом еще у тебя украли вот тут в этом весь смысл да в жизни так ларис пишет привет как по заказу свыше погод к тебе да в последние дни там то пасмурно было потом тоже прям покупался у нас хорошо было Викуля пишет Димка хорошо у тебя там рада что улыбаешься какую красоту Господь создал природу собачка прикольная да ничего себе про это рад за тебя благословение алекс спасибо тебе так Викуля тут большой ролик записал комментарий к неедению моему ролику Дима спасибо за этот ролик хочется поделиться личным опытом за два года последних пришла к веганству но не культ из этого любовь ко всему живому в первую очередь привела а любовь ко всему живому в первую очередь привела насчет животных это жестокость оставлю ссылку на фильм после которого вопросов не останется смерть насильственная над любым божьим созданием неестественно миллионы бобовых растительной пищи все можно заменить только плюсы жир лишний уходит здоровье улучшается дети болеть меньше начинают Господь нам полную землю дал растительной и всем богатой пищи да это процессы сложные когда ты переходишь потому что вкусовые рецепторы привыкли к гадостям и добавкам но опять же хочу повториться все должно быть в любви и всему свое время можно и мясо не есть и быть нехорошим человеком и осуждать всех а сколько аллергии на непереносимость есть молочки потому что неестественно для человека и как делают конвейером яйца шприцуют курицы искусственно насильно все можно заменить всем добра и любви ну оставила ссылку на ролик много ответов найдете в этом фильме о реальности ну этот фильм и все это есть у меня плейлист пост вегетарианство посмотрите на христолюбие да и на лаве он здесь везде посмотрите пост называется вегетарианство плейлист там все найдете вот вообще конечно когда пытаются в библии просто найти и приводят эти слова из 9 главы когда там но и бог разрешил это бред вот любой буддист как вы видите даже это понимают не вредить это очень важно ваше сердце черство и жесткое если вы убиваете животных ради чего то у вас нет никакой любви у вас нет ничего божественного это надо себе просто признать когда-нибудь вы можете сколько угодно тыкать там писанием вот без писания любой буддист ближе к богу чем вы это факт так божье дыхание так сейчас секундочку секундочку и так а все армян с оксаной пишет дим привет мы в августе к родным приедем в адлер ну это хорошо в адлере мне понравилось тоже но это адлерский район это район сочи да и лена познякова димочка привет рада видеть тебя я вас всех всегда рад видеть у себя на канале и или я всегда у него не илья а или я какой-то странный лог этот ник никак понять не могу я написал что он пишет вообще так погибшим кроликом ты кто пророк я пишу апостол погибшим овцам стада христова он пишет вообще так погибшим овцам дома израилева я ему пишу не спеши с выводами я вот кстати комментарий его бы надо да я вот прям сейчас при вас поменяю ролик еще не вышел а ты уже критикуешь вот так вот то есть ролик я только загрузил только поставил на публикацию человек его не смотрел и пишет мне что я или ошибаюсь да или как всегда что-то о себе неправильно говорю я назвал не просто так и после просмотрения роликов наверное у кого-то остались вопросы о том что речь шла именно так как я наименовал ролик что я послан к погибшим овцам стада христова вот я не проповедую израильтянам евреям да ну как бы ролик всем доступны понятно но смысл конечно же ролик все кто смотрел знаете я сейчас не буду и все все поняли но человек еще не посмотрев ролик уже меня поправляет если бы конечно с добрыми намерениями к сожалению очень часто совсем нет так слушайте я вот все время одного мне все время мерещится вы знаете я же читаю эти комментарии в любом случае пропускаю когда мне все время мерещится что я их по второму разу вам когда в ролике я даже прокручиваю что эти пальцы куда-то пропадают которым я помечал который уже просчитал ну нет сейчас открыл мы с вами почти заканчиваем вот просто это так как я их раз читал да почему-то не отлагается что вы уже их знаете нет дима пишет вильмс час прослушал ответ нет а час слушал ответа нет хотя хотя болтовня приятная и слушал я ее между делом но все же обычный письменный способ ответов непонятно почему забракован да почему забракован каждый как хочет кто-то пусть пожалуйста переписывается у нас есть вон яндекс дзен и прочие порталы где можно статьи писать все что угодно понравился только вопрос про убийство нас смешила пропитка любовь это как религии можно пропитаться эзотерикой кстати тоже запросто а вот любовью смех и грех извини все бы пропитывались все бы пропитывались окрашивались если бы существовала такая процедура существует дела делами любви ты меняешь свой сердце пропитываешься ею потому что больше любишь дух господин в тебя вселяется ибо где дела любви там и любовь вот пропитка дела твари и будешь пропитываться процедуры есть это дела труд над собой и сам ты извини тот еще палач со своим черными списками это я с прискорбием говорю ничуть не обвиняя все мы грешники я первый вот именно хотя бывает при приторно любящие бабы и приторно любящие верующие наверное это и есть пропитка но цена и отрицательная доплачивать нужно за такую любовь а душа женской ну по поводу вот этого я говорю по поводу черного списка я что раз говорил вот и диме могу сказать и по тебе у меня такой же спорный вопрос хорошего ты мало чего пишешь лично чего то ну и это хоть здравая критика и не знаю пока не ощущаю каких-то жестких оскорблений я вот читаю вот это но если честно конечно у нас с тобой душок мягко скажем явно разный да поэтому с черным списком я говорю ты заведи себе канал любой канал можешь даже не проповедовать любой что-то там готовить умеешь и посмотрим на тебя я посмотрю на тебя будет ли у тебя хоть один забаненный о у тебя их будет полно и полно все это рассуждение не от опыта я просто уже тоже а я это изведал опытом и даже то что сейчас говорю люди это пишущие никогда любого проповедника очень любим Женю Девятьярова вспоминать какого вы все знаете любых и любых узнаете блогеров ой там черный список пол канала забанено это всегда люди форчмят все и все вот он правильно пишет все грешники я первый вот вот а такие грешники хочется просто под землю скрыться так что я уже сказал свое мнение и опыт жизни это ничего не дает это тебя не шлифует это только портит твою жизнь настроение в тебе забивает все зачатки желания любви какой-то что делать для кого-то или для чего-то и все поэтому никого ты не сделаешь счастливым сам будучи несчастлив надо себя окружать стараться все равно в жизни нормальным каким-то комфортным комфортом чем-то радостями какими-то их испытывать и дарить их делить их с другими обязательно проблемы чужие решать ты от этого тоже будешь счастлив потому что человек будет счастлив ты вместе с ним так что вот так вот любящие бабы вот этот притворный он пишет ну кто-то может и притворный а есть люди искренне мы разучились мы уже действительно не верим даже в любовь человека мы в самую уже не верим вот по-моему Дима что-то об этом хочет нам сказать а я верю а душа женская не сумневай не сумлевайся род слова это еще что и равенства с бабами никакого нет во-первых такое выражение с бабами бабами вот мне и режет ухо и я бы религиозную обличительницу не воспринимал так серьезно как равно ну ты не воспринимаешь моё сердце воспринимают потому что я как раз люблю людей да вот поставлю этому комментарию дизлайк я тут ни с чем не согласен разве что все грешники да так Влад любимов привет Дима попробуем мазь белосолик я только спасаю может и тебе поможет да я попробую много чего пробовал спасибо все равно за советы от любви которые ваши ко мне к сожалению не особо что-то так помогает или помогает на время вот так вот Алекс Чуприн пишет все хорошо Дима отдых надо я без него не могу тоже тело не выдерживает без этого так как работа физической конечно да и от умовой надо отдыхать поверьте мне кто кто ей не занимался надо Нина стекер спасибо Дима опять пишет почему люди жадные и в делах и в старости не могут остановиться бедное детство трудный путь к рыбным местам да нет все это не не у всех одна дорожка по разному все могут быть почему люди костное религиозное трудная жизнь в суровом государстве тут нет свободомыслия и бунтов Господь усмотрит ну я говорю нету для всех одной системы так Валерий Матюхин добрый день Дмитрий мир и тебе и светлых дней спасибо за хорошую мысль это ролик об учении ценить и уважать свободу других людей да это не моя мысль это бытие и Бог как мы видим на своей жизни на других людях мы можем посмотреть и увидеть Бог не нарушает нашу свободу поэтому в мире творит такой скажем произвол но Господь устраивает бытие так что мы видим что человек потихоньку возрастающий он грубо говоря скажу по детски будет вознагражден будем переходить на новые этапы знаете как сито кто-то будет ниже кто-то выше так как и здесь и все еще будем радоваться в жизни в это приходится за счет зла учиться опыту любви так вот Господь придумал без этого никуда такова жизнь в свободе в принципе он даже эту всю систему Господь придумал чтобы мы свободны он нас не сделал сразу святыми в раю а дал свободу стать святыми помните как Ант Богослов красиво говорил не только быть не только называться да но и быть детьми божьими поймал себя на мысли что сам не прочь быть свободным а некоторых держу в узде но этого да есть у нас как думаешь когда дети должны становиться полностью свободными от родителей если сами еще не самостоятельны хотя по возрасту пора бы заранее спасибо но тут Валерий мне кажется ты сам ответил то есть казалось бы они по возрасту ну в возраст вложим все развитие какое-то там телесное духовные поступки соответствующие не сами я вот стал свободным когда абсолютно в принципе когда я стал зарабатывать мне стало 16 я закончил школу с горем попала слава Богу поступил в институт и пошел работать все моя свобода наступила в 16 лет полноценные не только на словах в десятом еще в 11 классе ты зависел от родителей кормили я стал зарабатывать все то есть я обеспечиваю становлюсь свободным по телу естественно могу поступать во всех отношениях ну и пусть еще возьмем государство и ответственность уголовную даже вот она с 18 лет полная да по-моему у нас все таки идет то есть по сути вот если бы это все совпало и у нас в государстве было 16 лет вот моя абсолютно совпало я пошел работать тоже школа связана с таким и у меня это еще и возраст я раньше пошел раньше поступил там в институт то есть все мне в 16 лет произошло ну все это определяется первое по телу содержание когда ты сам себя обеспечиваешь ты свободен да вот а те кто сидят там специальные я не знаю так что поэтому и что здесь дети должны становиться вопрос немножко непонятен всегда вы знаете дилема что родители вечно не могут отпустить сами наоборот что дети не хотят уходить или не могут это две разные вещи тоже действительно я был свободен по телу здоров способен работать есть люди не могут то есть да вот тут тут невозможно и я про сейчас не хотела много тети надо либо отдельно я мог свои мысли поделиться но опять же кто я такой у меня детей нету я же этого я могу мыслями поделиться но у меня нет детей опытом я не могу поделиться и тем более нету взрослых детей уже высших то есть это надо спрашивать вы знаете у того у кого было 10 детей ему сейчас 100 лет он уже всех давно как говорится отпустил на свободу вот наверное ну и то он бы поделился сугубо своим личным опытом и опытом своих десяти всего я даже скажу детей не ста не тысячи все очень индивидуально в жизни настолько что я общему скажу все должно происходить как-то естественно и смотреть по жизни и что вот ими все индивидуально с каждым надо смотреть вспомните 12 патриархов детей израиля все разные были какой был иосиф да какой был рувим какой был иуда какой был левий все были разные абсолютно абсолютно вот все к разному приходили в разное время разные поступки совершали вот поэтому тут вряд ли есть панацея средства учения подходящие ко всем живой жизни жить у этих двух детей могут быть разного возраста души если уж мы об этом рассуждали с вами невозможно всех тут в этом плане и не нужно ни в коем случае что делать под одну ребенку все христи это вот такие мои мысли елена димуля родной благословите христос выкладывай нам почаще видосики с морем если будет возможность поузнавать там в деревеньке домик почем все всем сердцем с тобой родной наш любимый брат во христе ну домики в деревне там у моря даже узнавать не стоит все это стоит миллионы миллиарды простому смертному к сожалению не потянуть Александр Ткачев к ролику о пи тогда пишет Христос в Кане такое сотворил что предыдущий предыдущая таким шмурдяком шмурдяком показалось наверное вставляла не слабо что все в восторге были но это все про ролик о вино и кстати то что Иисус именно сделал вино очень о многом говорит да я уже тогда мы столько на эту тему говорили я уж честно не особо имею желание это действительно так Иисус сам присутствовал на этой свадьбе сделал очень много вина для этой свадьбы сделал его хорошим действительно что да прошлое показалось как Саша написал шмурдяком каким-то да так сейчас я гляну не знаю есть ли новые комментарии нет так я выложил ролики сегодня о помощи вот и поэтому тут кстати уже новый сам Рома отозвался спасибо родной наш ну кто поможет будет хорошо вам да благословит вас Господь Иисус ваше доброе сердце детки просто супер сейчас раскидаю ваш ролик по всем каналам и сам постараюсь им помочь Александр Иванов я кстати не знаю кто это такой по каким каналам что у меня 25 подписчиков какие-то ролики есть ну ладно давайте да помогать стараться доставлять людям радость так видите прямо у вас в режиме онлайне читаем комментарии Сергей Сливкин ты большой молодчина я вот когда вижу подобное иногда как-то так сжимается сердце я сам инвалид только из Киева и я так редко вижу в людях такую искреннюю любовь заботу и так далее слава Господу что это такое я просто впервые вижу у тебя подобного плана видео ну и вы значит недавно меня смотрите ссылку на плейлист да сейчас я покажу все так я только утверждаюсь правильность того что я на тебя подписался я верю тебе у меня правда аж десятого должна быть пенсия она у меня аж полторы тысячи гривен но я выделю сколько смогу перечислены ну а ты сам уж там решай что и куда слава тебе господи за все я тебе верю вот это я говорю это ваше право там верить нет узнавать просить у меня тогда контакты может быть этих я так уж прям налички не буду ссылки раскидывать люди злые честно начнут какие-нибудь гадости писать я уж хотя бы сам хочу увидеть этого человека как-то вот так происходит я говорю некоторым даже вот я помогал и меня как бы даже подводили там и не обратно потом пропадали куда-то хотя это реально люди как-то да не всегда отчитывались так скажем хотя не требуем и мы я за всех скажу я не хочу там требовать какого-то отчета да но это просто нормально да может потом даже спрашивай ну как там все у тебя получилось да да надо же хоть как-то рассказать что там да как да бояться этого не стоит даже если вы их там куда-то вот мы помогаем я говорю это семьи большие бывает не туда не уходят не по назначению резко другая нужда да это не страшно да просто скажи что это так и все да вот поэтому тут даже не моя вина если я что-то собрал эти люди ну мошенниками вы видите я собираю уж совсем я не просто так озвучиваю какие-то посты из интернета да это реальные люди ко мне обращающиеся вот какие-то посты я там сам что-то могу помочь и все а если это уже реальные люди грубо говоря многие вообще давно мы уже вместе да вот то тут уже все проверено перепроверено так что можно доверять в этом плане вот я сейчас что я покажу я хотел показать это сейчас секундочку еще раз хоть в этом ролике все равно так вот здесь же на сайте есть пожертвовать я правда переделаю постоянно что-то немножко меняю я вот добавил тут прям вот строчка благотворите они нуждаются в нашей любви и ссылка вот есть же этот плейлист естественно на всех каналах на лайве и вот тут уже сколько роликов то тогда полно тут полно и уж не так много и не так часто я объявляю да ну вот они все есть поэтому то что то что кто у нас там сережа говорит что впервые видит да я далеко не впервые пишу такие ролики вот так что так что так вот так что у нас дальше николай не гоголь пишет пора опять повесить в Исаке маятник фука а то уж больно много развелось плоску земельников ну да и отвечает он на вопрос Олесе почему возвеличивают Питер смотри на моем канале ролики Невские архетипы экскурсия в Санкт-Петербург день 1 день 2 ну да мне Николай тоже писал в личку что типа мы общаемся так иногда что типа нечего там радоваться он жил там вот так я так эти все сразу пометим так я кстати ссылку копируйте адрес ссылки дам Алекс Сергею на плейлист вот с этими помощи поэтому плейлист есть сколько можем помогаем ну все еще час ну как раз получилось предыдущий 14 был этот сегодня 31 хотя уже еще одни выходные но чуть больше двух недель я не отвечал как раз два часа уложились все я по вам скучал жду ваших с нетерпением на ваших комментариях мысли я кстати кратенько тогда уж скажу мои планы не уж говорил по моему в прошлом ролике что я через пару дней как тут делишки кое-какие поделаю поеду в пузево продолжаю читать ветхий завет написано христолюбие там мы с вами на левитах остановились голове на какой-то там уже не помню сейчас гляну девятнадцатая глава левитам уже двадцатая там сейчас идет вот ну на лаве тоже все буду выкладывать в свободной форме ваше вопросики пишите комментарии оставляйте ставьте лайки кому от отрадно полезно назидательное мое служение всегда все это мотивирует на проповедь подталкивает обязывает даже отчасти да вот я рад служить в этом поприще именно на ю тубе тоже не только где-то в личной жизни так что вот так все любите друг друга делами словами всех целую крепко обнимаю и прощаюсь до встречи в следующем ролике пока 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 пока